Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, шалом, шалом из Иерусалима, всем шалом, хеллоу, бонжур. Мы начинаем, восьмая глава у нас уже там за 60 какой-то урок, и продолжаем изучать великую мудрость Торы. Через притчи царя Соломона Диорде Нивне прям успевают первые всегда зайти, как вот удивительно, он разгадал алгоритм Фейсбука и заходит всегда первый. Кто заходит первый, у него самая большая идет с неба награда, да, у Диорде Нивне, он каждый раз заходит первый, наверное, и не выходит из Яковша Тадин, шалом. Все, пока все собираются, мы двигаемся, двигаемся в направлении понять Тору, запомнить и применить. А ключом мы изучили в прошлый раз, мы изучили, что ключом ко всему является страх перед Богом. Если есть страх перед Богом, то это как стержень такой, как прям такой вот фундамент всего. Есть страх, ты на этом строишь здание, оно держится. Нету страха, не держится. Это когда Авраам зашел в Египет, он царе говорит, скажи, что моя сестра, нет страха перед Богом в этом месте. И Ицкак, когда зашел к Калимелыху, он тоже говорит, нету страха перед Богом в этом месте. То есть если у человека страх перед Богом, трепет перед Богом, он и ведет себя соответствующе. Вот, поэтому называются религиозные люди в Израиле, по-настоящему религиозные, они называются харидим, тревожащиеся, они боятся все время. И в Мишле мы дальше будем изучать, есть отрывок Ашри Агевер Мифахет Тамид. Сейчас человек боящийся все время, но он боится нарушить волю Бога, но он кроме Бога никого не боится. Зато у него всех остальных страхов нет. Он не боится за завтрашний день, шалом и сухуми. Он не боится за завтрашний день, он не боится за своих детей, он не боится ни за кого. Потому что он говорит, а чем мне бояться? Я боюсь только нарушить одно заповеди Всевышнего. Все остальное от Бога идет только добро. Все, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Значит, 13 отрывок, прошлый урок у нас был полностью посвящен на 13 отрывку страху перед Богом. Сейчас на 14 отрывок. Дальше говорит, царь Соломон говорит от имени Всевышнего, он говорит и от имени Тора. Он вот в Мишле, он как бы вот эту вот идею Торы, он ее нам передает. И он говорит, лица, он говорит, мне говорит совет, у меня вернее, у меня совет. Он говорит, в эту шия, сейчас мы узнаем, что такое тушия, а не бина, я говорит, бина, бина это логика, лигвора, у меня мощность, у меня сила. Значит, как мы уже знаем, давайте соединим эти два отрывка, 13 и 14. Значит, есть ли страх перед Богом? Вот есть человек, да, кто такой человек? Человек это, это разговор. Все, вот если спросить, кто, кто ты? Ицкак, например, да, или Мария Кремнецкая. И Мария тут же начинает, я, и у нее начинается как бы разговор с собой же. Я Мария, или там я Ицкак. Так, кто я? Я хочу это, я хочу то, вот мои цели. Я утром встал, я 10 лет занимался этим, 20 лет этим. То человек это некий разговор, которым он пытается соединить кусочки из реальности. Вот что такое человек. То есть он как бы сам с собой ведет беседу. Человек это рассказ, рассказ о себе. И, значит, если у человека есть, есть у него Тора, да, то у него появляется еще и рассказ, который ему извне, как бы, пророки рассказали о том, что он не видит. То есть человек видит только то, что он видит, но пророки рассказали, у тебя есть душа, есть Бог, он создал этот мир. То есть и человек, он как бы рассказ о себе помещает в историю рассказ, рассказ о Боге. И дальше у человека есть вот в этих двух историях, он должен как бы определить, кто здесь главный. И если человек говорит себе, я главный, я, кто такой Бог, не знаю никакого Бога, заповеди, не знаю никаких заповедей, я, значит, самый крутой. Тогда все, у него шансов нету соединиться с Богом. То есть он какое-то время еще трепыхается, потом любая сложность, проблема, стресс, болезнь там или еще что-то. И он такой заметался, затрепыхался и нету человека, да. Сразу, знаете, у всех вот эти вот, которые были, которые были там герои такие, все, вот когда нацистских преступников их всех там судили, они куда там, до этого были герои-дерои, а тут плакали, как дети малые, все, отпустите меня, не могу. То есть человек, он, как бы он может сказать все, что угодно, у него есть свобода выбора, да. И что Бога нет, и я здесь главный, но понятное дело, что человек это пушинка. Пушинка такая, знаю, вообще, мимолетная, просто рассказ о себе, вот кто такой человек. Теперь, значит, если человек выбирает страх перед Богом, он говорит, нет, все-таки я понимаю, что Бог главный. Я понимаю, что мне лучше все-таки принять вот эту вот модель Тора, соединиться с Богом, там, он выбирает все-таки вот этот путь соединения с Богом. Тогда, тогда мы переходим к 14-му отрывку, и тогда, как бы, Бог ему говорит, у меня и Ца, я тебе все расскажу. Все, что, как пройти этот жизненный путь, для того, чтобы тебе все время было хорошо, для того, чтобы тебе все время было радостно, для того, чтобы ты был счастливый, чтобы ты жил вечно. Все, я тебе все, все советы я тебе дам, все, как правильно действовать, все история. Это то, что называется ЭЦА. В ЭТУШИЯ. Что такое ТУШИЯ? ТУШИЯ – это некое уникальное событие, которое, с одной стороны, они кажутся нам уникальными, но, с другой стороны, они уже прошиты в структуру мироздания. То есть, если мы посмотрим вокруг, мы видим, что периодически с людьми случаются какие-то невероятные чудеса, и один человек скажет, да не, это все нереально. Но это же реально, есть же люди, смотришь там, миллиардеры, например, да, это люди, которые заработали миллиарды долларов, да. Смотришь там, одна женщина, у меня есть знакомая одна, она после 50-ти родила прекрасного ребенка с мужем, и это ее там уже третий или четвертый муж, но она с ним прямо вот встретились, любовь у них такая вообще, ребенок, ему там уже под 60, есть за 50, и у них рождается ребенок, и они живут счастливы, все, а до этого там четыре мужа у него было, или три там. Понятно, да? То есть, это то, что слово вот это ТУШИЯ – это некие, казалось бы, чудесные вещи, но они не чудесные, потому что они периодически случаются. И это тоже было зашифровано в ТУШИЯ, то есть в ТУШИЯ есть особые тайные знания, которые, когда человек начинает их использовать, у него появляется некая большая власть над чудесами, скажем так. Хорошо, теперь, значит, дальше, а не бина, я логика. Значит, Тора, она нам объясняет причинно-следственные связи, и причинно-следственные связи, то есть человек все время живет, и он делает выводы. А, значит, там. Это значит, что? Это значит, вот, например, мне вчера звонит мама, вообще в ужасе, говорит, показывали передачу по Первому каналу пророчества Ванги. И вот эта Ванга, она сказала, что там, вот этот грипп она предсказала, эта Ванга, и еще она предсказала, что метеорит в землю развалит. Так что никуда не уезжай. Я говорю, мама, ну вот смотри, если метеорит в землю развалит, так он же ее везде развалит, то есть какая разница уже, я там буду или там, или в поезде, или в самолете, если земля-то будет развалена от метеорита, то все. И грипп, как бы, тоже уже не важно, если метеорит. То есть каждый человек, он делает выводы, и я делаю вывод, что, во-первых, это идет сейчас целенаправленная кампания по наведению паники у населения. Вот конкретно, то есть хотят, что-то сейчас в мире такое готовится непонятное, и вот сейчас идет конкретная паника такая, нагнетается с этим гриппом. Умерло 500 человек, вдумайтесь, 500 человек умерло за месяц там последний. А знаете, сколько умерло за месяц людей вообще всего в мире? За месяц в среднем умирает 200 тысяч в день, то есть умерло 6, подождите, если за год умирает где-то 200-300 миллионов, даже больше. То есть, ну умерло за месяц там 20 или 30 миллионов, из них умерло 500 человек от этого вируса. Ну вообще, о чем речь вообще, о чем речь, почему нужно бояться, это вообще абсолютно на Китай 500 умерших, в Китае полтора миллиарда. Ну это просто какая-то постанова, которая прям нагнетается, зачем, непонятно. Значит, это сейчас мы рассуждали о логике. Что нам говорит Тора? Тора нам говорит, что смотри глубже, задавай вопросы, где здесь есть цифры, где информация, это логика. То есть Тора, это не то, что верь и все, типа вот верь, то есть Тора, это спокойный, спокойный такой вот логический анализ еще разных вещей. И ли гвура, у меня гвура, у меня сила. Вот тут вот очень интересная вещь. То есть, вот есть человек, человек это как матрешка такая. Есть тело обезьяна такая, да, ну животное, тело животное. Есть эмоциональная сфера, тоже животное, хочет удовольствия и хочет избегать страдания. Есть интеллект, это отдельная такая пристройка в голове, которая запрограммирована. Запрограммирована, это надо делать, это правильно делать, какие-то мечты, информация, интернет, средства массовой информации, Тора. Это совершенно такая некая виртуальная реальность, облако такое, да, которое к физическому, к физическому плану имеет очень маленькое отношение. То есть, в мыслях человек летает, рассуждает, планирует, может ставить себе цели, мечты, делает какие-то выводы. То есть, мысли это отдельная некая виртуальная реальность, но человек, он как бы себя отождествляет, вот эти все истории о себе, это только связывает себя с мыслями. А его тело, его тело, оно рулит, и эмоции рулят, они сильнее, чем мысли. То есть, мысли это облака, а эмоция это энергия, а тело это вообще энергия, энергия, да. Теперь, значит, что нам говорит 14-й отрывок. То есть, ты когда изучаешь Тору, через Тору ты соединяешься с Богом, но тебе нужна будет, после того, как у тебя есть ЭЦА, это правильный вывод, правильное решение. Потом у тебя есть Тушия, мало того, что у тебя есть правильное решение, у тебя есть еще некие такие совершенно глубокие идеи на духовном уровне, которые вообще выводят тебя из рамок, ну, то, что считается нормой. Теперь у тебя есть логика, ты умеешь делать причинно-следственные связи, но самое главное, тебе нужна ГВУРА. ГВУРА это сила, потом весь этот биоробот заставить делать то, что правильно, заставить себя делать заповеди, заставить себя делать зарядку. Потому что все понимают, что спорт полезен, все понимают, что надо двигаться, все понимают, что надо сидеть с ровной спиной, нельзя курить, нельзя есть там мучное, вредное и так далее. И все это делают. То есть понимание, оно абсолютно его не хватает для того, чтобы управлять своей жизнью и собой. Не хватает. И вот здесь, в 14-ом отрывке, как раз нам царь Соломон и дает вот этот вот, как бы, намек, да, знание, где найти вот эту вот ГВУРУ. То есть все это история. История, специальная часть называется Мусар, психология Торы, которая, вот эта психология Торы, она дает силу заставить себя делать то, что правильно. А что правильно, то, что Бог сказал правильным. Дальше. 15-ый отрывок. Значит, мир так устроен, мир так устроен, что это как иерархия. То есть есть иерархия. И в этом мире наверх лезут, лезут, лезут разные люди, которым нужна власть. И тот, кто залез наверх, он как бы является как царь, да, то, что называется царь. Вот, например, сейчас есть там Трамп, он как царь. То есть он нажал кнопку, бах, нету Сулеймани. Был такой Сулеймани, такой бегал злодей такой Сулеймани. Я там Сулеймани, стража исламской революции, ракеты, там он ездил, такой организовывал, пугал всех. А Трамп такой нажал кнопочку, говорит, Сулеймани этого, чтобы завтра не было. Бах, ракеты, нету Сулеймани. И эти все Иран такие, мы отомстим за Сулеймани, мы отомстим за Сулеймани. Оп, и сидят себе тихонечко, и все, да. Почему? Потому что есть иерархия, есть Трамп, есть Путин, есть Иран, ну и так далее. То есть есть в этом мире иерархия людей. Теперь, если вот эти вот цари, они живут по Торе, то есть по божественным законам, и они признают, что над ними есть Бог. А что интересно, и Трамп признает, что есть Бог, и Путин признает, что есть Бог. Хотя бы, хотя бы, как сказать, интеллектуально, да. Теперь, ну, насколько они внутренне понимают свою ответственность перед Богом за то, что вот любое их действие, это жизнь и смерть людей. Это, ну, то есть реально, вот даже сейчас Зеленский, да, стал президентом Украины. И вот он был веселый, хороший человек, который занимался бизнесом, веселил людей, был суперзвезда. Вообще, у него жизнь была просто рай, его все любили. И он стал сейчас президентом. Все, это другой вопрос. Сейчас его, каждое его движение вправо-влево, это жизни людей. Это жизни людей, это, ну, совершенно другое у него сейчас. Он попал совершенно в другую реальность, совершенно другая новая реальность. Теперь, дальше, у каждого царя есть то, что называется розним. Розним это, розним это знающие тайны. То есть, есть у каждого царя есть советники. Что вот мы понимали, мы видим всегда только Путин, Трамп, Зеленский. Ну, например, да, Нетаниал. Но вокруг каждого из них есть целая свита. И в этой свите есть то, что называется советники. И вот надо ему что-то узнать. Он зовет советников своих и говорит, ну, что будем делать, парни, что посоветуете? Значит, у Трампа один ему советник говорит, я тебе советую, давай, нажимай, значит, кнопочку уничтожить Сулеймани. Второй ему говорит, ни в коем случае, господин Трамп, ни в коем случае. Если ты сейчас сделаешь это, будет то, то и то. И царь, он все время выбирает из всех этих советов, выбирает, какой совет выполнить. Теперь получается интересная вещь. Если царь, он царствует по Торе, то есть, для него самое важное добро, для него самая важная духовность, для него важны вот эти вот все вещи, которые Бог назвал добром и Бог назвал злом. Тогда в этой стране будет все хорошо. И вопрос, кто знающие тайны, что они ему советуют? Значит, царь Соломон нам сказал, что если Торо цари будут царствовать, и знающие тайны будут через свои советы, они будут узаконят справедливость, чтобы все было честно. То что тогда? Тогда будет все хорошо. Тогда будет все хорошо. И дальше на эту же тему продолжается. Дальше идет в иерархии, после есть царь, есть его советники. Дальше идут царим, министры, правительство. То есть, надо понимать, что правительство, оно под царем. Царь решает, куда двигаться. Царь решает по совету советников. У него есть ближний круг советников. Дальше по иерархии идут министры. Совет министра, вот эти премьер-министры, там цари. И царь Соломон говорит в 16-м отрывке. Мной министры будут управлять. Унедивим, это вельможи дающие переводится. Значит, после этого идут олигархи. Олигархи, они не министры. Олигархи, они не цари, они не советники царей. Это люди, которые скопили большое богатство, большую власть. И они, дальше есть еще отдельная ветвь власти, называется судьи. Судьи, они устанавливают, вот есть законы, как эти законы судей трактовать и так далее. И получается, вот здесь, смотрите, какая идет иерархия. Цари царствуют, знающие тайны они советуют. Дальше министры, они управляют. А вот эти надевим олигархи, и они, коль шофтэр цедек, и все судьи земли, они должны судить справедливо. То есть, если вся эта система работает по справедливости по Торе, тогда вообще все отлично, все работает. Все работает, мир, это как идеально здесь нарисовано идеальное общество, когда все идут по одной божественной системе. Но, когда в эту систему пробирается на высокий уровень, или царь злодей, или советник злодей, или министры злодеи, или олигархи злодеи, или судьи злодеи, тогда начинает вся система ломаться. Вся система ломаться. А кто получает результаты, кто страдает? Люди. То есть, мы с вами, простые люди, сидим на нижнем уровне и смотрим, куда же поедет сейчас мир, в каком направлении. Сидим и ждем. Ну что, куда мир-то поедет? В какую сторону? И куда-то он поедет. Теперь, смотрите, это сейчас мы поняли здесь, в этой главе, восьмая глава, отрывки от 14, 15, 16. Иерархия мирового управления. Так оно работает. Теперь, ну, как мы можем сейчас посмотреть, или так оно, или не так. Вроде бы, внешне так. То есть, есть две страны, главные в мире. Это две страны. Это Эйсав, был Яков. Яков это, это Исраэль, да? Тот, кто получил благословение на духовный мир, на материальный мир. Это был Яков. Есть Эйсав. Есть Эйсав. Эйсав, это его был родной брат, который получил благословение на управление материальным миром. И Эйсав разделился на две страны. Есть две главных страны. Раньше это был Рим. Эйсав основал Рим. Но сейчас Рим разделился на две части. Есть Рим, это Америка. И есть Рим, это Россия. То есть, это две главные страны Эйсава. Есть Ишмаэль. Ишмаэль, это был родной брат Ицхака, сын Авраама. Это, это арабы, это мусульманский мир. Написано, что Бог дал ему благословение, что его рука будет на всех. И он будет, как его называется, периодам, дитий человек. То есть, он будет, как бы, ну как вот арабы, мусульмане, они захватили тогда весь мир. И они больше такая военная, такая власть. Они за Бога, но они, они как бы следят, чтобы мир не выбивался из божественного плана. То есть, они, как бы, в любой момент, как только мир выбивается из божественного плана, они тут же нападают, и через них, как бы, интересно, что есть имя Бога в названии Исраэль и Ишмаэль. То есть, Эль, это, как бы, сила божественная. Есть она у Ишмаэля. Это мусульманские народы, да, арабские народы. И Исраэль, это народ Израиля. И написано, что в последние годы, в последние годы, десятилетия существования мира, в которых мы сейчас находимся, последние годы существования мира, в которых мы сейчас находимся, значит, будет Ишмаэль, будет нападать на Исраэль, и Исраэль будет молиться сильно Богу, и Бог услышит его, Ишмаэль услышит Бог молитвы Израиля. И мы сейчас видим, что в Израиле сейчас идет вот это вот столкновение между Исраэль и Ишмаэль. И это все приведет к тому, что евреи больше обратятся к Богу, сделают шву и придет Машех. В наше время появится третий храм. Хорошо, дорогие друзья, все. Значит, у нас сегодня была такая, я думаю, что вряд ли меня слушают сейчас цари, вряд ли меня слушают знающие тайны, советники царей, вряд ли министры правительства находятся сейчас на этом уроке, хотя все может быть. Мы просто узнали с вами, как работает иерархия, иерархия управления, и будем молиться, чтобы там наверху были люди, действительно религиозные, добрые, понимали всю ответственность за то, что каждое их действие влияет на миллионы, миллионы людей, на их жизни, на их здоровье, на их благополучие, и чтобы они понимали ответственность за то, что здесь происходит. Все, мы можем только об этом молиться, и на выборах выбирать религиозных людей. То есть, если у человека нет страха перед Богом, на него полагаться вообще нельзя. Поэтому вот это важный, самый важный критерий на любых выборах, это насколько те люди, кого мы выбираем, насколько они блестят к Богу, насколько у них есть страх перед Богом. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.